Музыка Глава округа Дмитрий Акулов вместе с депутатом окружного совета Павлом Соломатиным и советником Артуром Багдасаровым провел выездную встречу на рабочем поселке и обсудил перспективы благоустройства территории. В первую очередь обратили внимание на аллею, ведущую к памятнику погибшим заводчанам-защитникам Отечества. Это единственное обустроенное общественное пространство для жителей соседних домов. Аллею предлагают продлить до здания хлебокомбината. Но прежде чем принимать такое решение, глава предложил обсудить все нюансы со специалистами, чтобы не усугубить ситуацию с транспортом. По поручению главы округа, саму аллею в ближайшее время приведут в порядок, скосят траву и высадят цветы. Осмотрели и пустырь, образовавшийся на месте снесенного дома. Сейчас это не самая подходящая для прогулок территория. Ее портят остатки фундамента и инженерных коммуникаций, а также скрытый травой строительный мусор. Жители надеются, что пространство облагородят и разобьют здесь сквер. Есть идея, где аллея сделать такой универсальный комплекс не спортивных сооружений, а, наверное, как сквер, который будет иметь новую детскую площадку, спортивную площадку, зоны прогулки, отдыха и так далее. То есть в целом площади позволяет. Мы этот вопрос сейчас прорабатываем. Я думаю, что будем заходить в программу на 2025 год, чтобы это реализовать уже в целом. Это практически единственная локация такая большая, где можно вообще что-то сделать. И у жителей есть запрос на хорошее благоустройство, на парковую зону в этом месте. К расчистке площадки под будущий сквер планируется приступить уже в этом году. Но у жителей рабочего поселка накопились и другие вопросы по благоустройству. Нам нужно спиливать негодные деревья. Нам нужно косить нормально, чтобы двор был весь покошенный, чтобы не разбираться, где чья территория. Нам нужна площадка для стариков. В конце концов, вспомните, что еще кроме детей старики есть, а им тоже хочется отдыхать. Глава округа дал поручение своему советнику Артуру Багдасарову в ручном режиме решить актуальные проблемы поселка. Сделать опиловку, скосить траву, привезти стихийные парковочные карманы к нормативу. Также будет направлено распоряжение в адрес компании «Газпром Теплоэнерго» с требованием восстановить нарушенное благоустройство и вернуть ограждение. Есть такой проект реконструкции всего рабочего поселка. Он там разбит на сектора. И я надеюсь, что он как-то войдет в стратегию развития города. И мы туда своими участками войдем в эту стратегию в общую. Дмитрий Акулов пообещал, что благоустройство этой территории будет продолжено. На следующий год планируется, по крайней мере, в два двора на рабочем поселке включить в региональную программу комплексного благоустройства дворовых территорий. Татьяна Мильникова, Михаил Кирсанов, ТВР24. В последнее время Екатерина на звонки от незнакомцев старается не отвечать, особенно если это служба безопасности банка. Однажды она чуть не обожглась и не отдала свои кровные к случайным доброжелателям. По просьбе неизвестных женщина уже отправилась в банк, чтобы снять наличность и передать курьеру. Очнулась только у банкомата. Сработало чутье. Мол, что-то тут не так. В полиции подтвердили. Она чуть не стала жертвой мошенников. Полиция уже устала повторять доверчивым гражданам. Положите трубку. Но уговоры не помогают. Сводки происшествий пестрят цифрами с множеством нолей. В особенности часто на удочку преступников попадаются доверчивые пенсионеры и женщины от 35 лет и старше. Те, у кого есть аккаунт на госуслугах и смартфон. Они уверены, что им звонит сотрудник полиции, им звонит сотрудник ФСБ, которые также угрожают им, что они будут наказаны по статье пособительства терроризму, по помощи Украине. Соответственно, они пугаются этого и начинают выполнять все их действия. Под удар мошенников попадают не только люди в возрасте, но и молодежь. Мила простодушно выложила аферистам всю личную информацию. Я им предоставила все данные, номер карты, код, который пришел мне на телефон. У меня на счету было 10 тысяч, и впоследствии у меня их и списали. Потом я обращалась в Сбербанк, мне сказали, что мне никто не звонил, и это были мошенники. Часто звонят от сотрудников сотовой связи. Они звонят, говорят, здравствуйте, я сотовая компания МТС, у вас заканчивается договор на обращение СИМ-карты. Вам его нужно срочно продлить, или вы останетесь без связи. А порой цинично бьют по больному. Предлагают пройти диспантеризацию без очереди записи. Для чего просят, номер снился. Стоит назвать заветные цифры, и путь вашей госуслуги мошеннику открыт. По словам Ирины Лихачевой, схватить телефонных мошенников за руку невозможно, и вернуть деньги, упавшие в лоток банкомата, тоже. Мы ловим, соответственно, и отслеживаем людей, которые заводят на себя карты и СИМ-карты для пользования мошенников. Но сам процесс установки, который происходит, он очень длительный, к сожалению. Как мы видим, схем оставить гражданина с носом довольно много, но способ защитить свои финансы от вторжения непрошенных инкассаторов только один – хранить данные в секрете. Пока же мошенники продолжают наживаться на доверчивости граждан. На прошлой неделе кошельки двух жителей Сергеево-Посадского округа полегчали на два с лишним миллиона рублей. Это произошло потому, что они вовремя не положили трубку. В субботу, 13 июля, в Сергеевом Посаде пройдет книжный фестиваль на улице Карла Маркса. Его организатор – творческое объединение «Трикоташка Проджект». Традиционно издательство представит детские иллюстрированные книги и книги по искусству. Мастера декоративно-прикладного искусства предложат свои изделия. Появятся и новые истории. Два года он был посвящен буквам и булкам, а в этом году он у нас ассоциируется с игрой в буквы. То есть на этой площадке мы планируем играть, привлекаем другие творческие объединения города. Вот сегодня подтвердил участие «Дракон летит», и они с детьми будут делать свою авторскую инсталляцию. И вот мы в предвкушении, что это будет сами, честно говоря, потому что многие идеи рождаются на ходу. У нас будет музыкальная целая площадка с ребятами, с творческими, детскими составами групп. Ждет сюрприз тех, кто придет на фестиваль именно за книгами. У нас заготовлено тысячи штук мороженого за хорошие покупки книг. Этим самым мы, во-первых, понимаем количество чеков, мы понимаем, что, может быть, и тысячи штук не хватит, но это будет такой приятный бонус, что за покупку ты получаешь квиточек и можешь поменять его на мороженое. Нам уже начали, пока мы красили наш куб, говорить, что это то, что на Красной площади. Мы такие, да, то, что на Красной площади, просто поменьше. Мы получаем очень много возвратного туриста за счет наших фестивалей. Они были, они случайно попали и понимают, что они хотят вернуться снова, потому что они что-то не досмотрели, где-то еще не побывали. И это очень хорошо, потому что это тот турист, который разбирается, он углубляется в смыслы. Ему интересно, в принципе, что происходит. И они сразу начинают знакомиться с городом, бронируя гидов, что тоже очень важно. Ходя по музеям, они просто праздно шатаясь. И вот именно эта категория туриста, благодарная, интересующаяся, я считаю, она больше всего и важна для нас. Событийный туризм – отличная история для Сергиева Посада. И фестиваль «Игра в буквы» традиционно собирает любителей чтения и полезного досуга. И если кому-то нужно преодолеть дорогу в полтора часа, чтобы приехать на фестиваль, то Сергиева Посадцим и жителям округа рукой подать до интересного события, который состоится в субботу, 13 июля, на Карла Маркса. Начало в 12 часов. Оксана Мирошникова, Сергей Власов, ТВР24. В эти выходные, 13 июля, в Березняках пройдет 20-й областной православный патриотический фестиваль «Сердце России». Конкурс проходит с 2004 года. Вот уже 20 лет он собирает на сцене дека юность творческих людей, кому дороги православные традиции. В этом году фестиваль посвящен православному празднику обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Приехать на наш фестиваль и принять в нем участие очень престижно. Тем более, что вот уже второй год нам присвоено звание областного Министерством культуры и туризма Московской области. Показать свои таланты в Березняки приезжают не только из Подмосковья, но и из Санкт-Петербурга, Владимирской, Нижегородской, Ростовской и Калужской областей. Также есть участники и из Белоруссии. Поступило около 140 заявок, ну тут цифра может быть 137 заявок. Вот и приедет к нам 400 человек. Вот 400 человек из разных регионов нашей России. В фестивале принимают участие как детские коллективы и ансамбли, так и взрослые. Изначально фестиваль-конкурс задумывался в категории «Авторская песня». С каждым годом номинаций становилось больше. У нас есть и авторская песня, у нас есть авторская поэзия, есть эстрадный вокал, классический вокал, духовное песнопение, ансамбли «Малые формы», хоры. Так что вот сейчас он, конечно, в масштабах очень вырос, и мы этому очень рады, потому что нам очень нравится, когда люди к нам едут. Мы любим тех людей, кто к нам приезжает. И, конечно, стараемся, чтобы они здесь чувствовали себя комфортно. Открытие фестиваля состоится 13 июля в 9 часов утра на сцене Дома культуры «Юность». Также для гостей и зрителей в парковой зоне Дома культуры пройдет ярмарка народных промыслов. Откроют свои двери русские забавы и творческие мастерские. Приглашаются все желающие.